Ну здравствуйте дорогие мои! Сегодня мы будем готовить карпа по-сычуански. Это блюдо замечательно еще и тем, что в нем практически не чувствуются вот эти вот мелкие кости, которые обычно раздражают и портят удовольствие от этой прекрасной рыбы. Это будет очень-очень вкусно! Итак, начнем. Для начала делаем маринад. Берем черный перец, хорошо его размалываем. Можно взять еще и душистый, здесь уже как вам нравится. Добавляем туда столовую ложку соли, добавляем туда 2 столовые ложки сахара. И все это заливаем соевым соусом, в котором, конечно, есть и соль и сахар, но в нашем случае этого недостаточно. Все это хорошенько перемешиваем и отставляем в сторону. Теперь очередь карпа. Посмотрите, какой замечательный карп! Свеженький! Какие у него блестящие, красивые глаза! Какие у него жабры! Ярко-красные жабры! Я его купил в магазине Леда. Ну, собственно говоря, там он плавал в аквариуме, поэтому, конечно же, он будет очень свежий. Теперь берем острый-острый нож и делаем надрезы со стороны спины. Ставим его под 45 по отношению к рыбе и под 45 градусов по отношению к столу. Так мы максимальное количество этих мелких костей перережем. Делаем глубокие надрезы со стороны спины, а ближе к пузику не дорезаем. Наша задача именно разрезать вот эти вот мелкие кости. Дорезаем до самого хребта, но, конечно, его стараемся не перерезать. Делаем их где-то через сантиметр-полтора. Можно, конечно, и чаще, но тогда вы рискуете, что рыба потеряет свою форму. И заливаем рыбу маринадом. Заливаем хорошо, заливаем тщательно. Стараемся, чтобы маринад проник в наши разрезы. Это сделает рыбу нежнее, мягче. Это ее просолит. Это будет вкусно. Оставшимся маринадом покрываем рыбу. Где найдем и ставим на полчаса в холод. Теперь делаем соус. Берем свежие томаты. Берем томаты консервированные. Можно обойтись или теми, или теми. Но мне кажется, что так и проще, и вкуснее. Консервированные томаты дадут нам сок и мягкость. А свежие томаты дадут вот эти вот кусочки, которые создадут вкус. Мы делаем не пасту, а такой соус, в котором кусочки можно жевать, которые дают собственные вкусы. Режем томаты весьма мелко, для того, чтобы их кожица не мешала нам наслаждаться блюдом. И добавляем их туда же, к вареным томатам. А вот эта вот куркума, в каком еще магазине вы купите свежую куркуму? Чистим ее. Чистим аккуратно. Она красит руки и ногти так же, как и порошковая. Берем имбирь. Классика китайской кухни. Берем грамм 40-50. Если вам нравится его вкус, можно больше. И чистим. Чистим обычной столовой ложкой. Это намного быстрее, проще и удобнее, чем ножом или овощечисткой. Теперь очередь чеснока. Обязательно берем свежий чеснок. Берем не очень много. Берем 3, максимум 4 зубчика на карпа. Ну, в моем случае 2,5 килограмма. И каенский перец. Какая же китайская еда без острого перца? Перец нарезаем. Нарезаем довольно мелко. Чеснок. Да, чеснок тоже нарезаем. И тоже нарезаем довольно мелко. Очередь куркумы. Вы догадались, да? Нарезаем куркуму довольно мелко. Имбирь. Имбирь тоже нарезаем. И тоже мелко. Зелень. Я взял петрушку. Сворачиваем ее вот так вот в сигарку. И да, да, нарезаем петрушку. Вот ее как раз нарезаем не слишком мелко. Листики должны быть. Они должны чувствоваться. То же самое делаем с кинзой или кориандром. Как вам больше нравится. И немножко зеленого лука. Теперь наш редуцирующийся соус слегка солим. И иногда помешиваем. Он должен постоять на медленном огне. Масло разогреваем буквально до дыма. Масло должно быть перегретым. И аккуратненько кладем туда нашего карпа. Это все-таки масло. Будьте очень осторожны. И вот так вот посмотрите, как он шкварчит и жарится. Запах стоит невероятный. Пока жарится одна сторона ложечкой, поливаем ту сторону, которая не в масле. Минут через 5-6 переворачиваем и жарим вторую сторону. Также слегка поливая его горячим маслом. Теперь достаем нашего карпика. Кладем его на салфетку, чтобы стекло... А вот это вот бонус. Это жир и молоки, которые были внутри карпа. Просто посолите и поперчите их. И вот так вот обжарьте. Это отдельное удовольствие. Редуцированный соус. А понять, насколько он уже нам подходит, можно вот так. Проверяю лопаткой по сковородке. Если не сходится полоса, значит соус уже достаточно нужной нам консистенции. Кладем туда наши овощи. Все, кроме зелени. И пассеруем на среднем огне минуты 4-5. То есть нам нужно получить такие кусочки, которые еще не разварились, но уже вполне вкусные. Добавляем зелень. И снова пассеруем минуты 3-4, чтобы зелень отдала свой вкус. Горячего карпа накрываем рубашечкой из горячего соуса. Он даст карпу мягкость. Он его пропитает. Он даст ему вкусы. Это будет очень-очень вкусно. Но это уже очень вкусно. Добавляем немножко зеленого лука. И все. Можно звать гостей. Карпа можно подавать на стол. Посмотрите, какой он аппетитный. Обязательно приготовьте карпа по-сычуански. Порадуйте себя. Порадуйте своих родных и близких. И готовьте с удовольствием. А кушайте с аппетитом. И до новых встреч.